Время новостей Донбасса 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 На Луганщине из противотанкового ракетного комплекса стреляли по Новозвановке. В больнице Днепра умер начальник Авдеевского пожарного отряда. Дмитрий Тритейкин получил тяжелое ранение в живот 2 февраля. Он попал под обстрел, когда возле школы разгружал с коллегами гуманитарную помощь. Тогда на месте погиб водитель оперативно-спасательной машины. За жизнь Дмитрия врачи боролись 3 недели. Он перенес несколько операций, но спасти его не удалось. О смерти Тритейкина сообщили в Главном управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Донецкой области похоронят спасателя в Авдеевке. Более 9800 жизней забрали боевые действия на востоке Украины. Это последние данные Министерства иностранных дел. За три года на Донбассе ранены уже 23 тысячи человек. Почти 1 800 000 переселенцев вынуждены искать новое жилье. Неподконтрольным Киеву остается участок границы протяженностью 410 километров. Раненых во время обстрела Трудовского мужчину и подростка прооперировали медики в Волновакской районной больнице. В ночь на субботу в селе было повреждено 22 здания. Осколочные ранения получили отец и его 15-летний сын. Наши корреспонденты проведали пострадавших. Как они себя чувствуют, расскажет Татьяна Уралова. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы чувствуете себя? Сегодня отец и сын Будзаки чувствуют себя хорошо. А в ночь на субботу, когда их доставили из Трудовского в Волновакскую больницу, медики не давали никаких гарантий. Ты просто огромный, огромный и тяжелый. Эти огромные осколки врачи достали из ключицы Геннадия и шеи 15-летнего Данила. Особенно тяжелое ранение было у подростка. Осколок лежал в 2 миллиметрах от крупных сосудов. Если бы на 2 миллиметра в сторону, я думаю, на месте бы погиб паренек. В момент операции, в момент его извлечения, одно неловкое движение могло бы произойти. Повреждение этих сосудов тоже непрогнозируемым, к сожалению, исходом. По словам врача, пациентам повезло. Операции прошли успешно. О том, как получили ранение, отец и сын вспоминают неохотно. Мы подумали, что это выстрелы были, а не взрывы. Вышли в коридор, посмотрели. Ну, на 2 лаваха как зарево было. Ну, я глянул в окно, начал отходить, оно взорвалось. Ну, упал. У ребенка был телефон в кармане. Включили фонарик, осмотрелись. У меня рука. Ребенок говорит, у него плечо. Окна забиты полиэтиленовой пленкой, мебель и стены посечены осколками. Так выглядит жилье Будзаков в Трутовском после обстрела. Вот здесь коридор, окна и в спальне окна. И шифер на крыше, дверь, соответственно. Пока супруга сын в больнице, Оксана дома одна. Женщина чудом не пострадала. У нее только царапины на лице. Снаряд разорвался между двумя домами. Осколки разлетелись на десятки метров. Обстрел Трудовского длился почти час, по данным военных. В поселке упало около 40 снарядов из самоходной артиллерийской установки. Геннадий с Данилом понемногу идут на поправку. Медики говорят, из больницы их выпишут через пару недель. Татьяна Уралова, Александр Давиденко, специально для телеканала «Донбасс». Лекарства, спасающие жизнь. На неподконтрольной части Донбасса остаются тысячи тяжелобольных детей. Многие медикаменты для них недоступны. Веронике из Донецка 10. Без специальных препаратов она может потерять память. А ее двоюродный брат – жизнь. Историю продолжит Юлия Меншакирова. Вот так с мешками мы живем, потому что детей где-то надо прятать. Мешки с песком защищают 9-летнего Богдана. Ведь сам он в случае обстрела спрятаться не сможет. У мальчика родовая травма. Багдашка, как дела? Вероника – его двоюродная сестра. У них общая беда. Оба не могут жить без противосудорожных препаратов. Если их не принимать, у Богдана случаются приступы. 25-40 раз на день. Это постоянные приступы. Приступы с остановкой дыхания, с посинением лица, с остановкой движения полностью, с потерей сознания. Болезнь Вероники началась еще в первом классе. На нервной почве боялась учительницу, поэтому произошел приступ, потеря сознания, потом остановка дыхания. У нас височная эпилепсия, отвечающая за склероз, поэтому лечим. Ежемесячно их мамам необходимо свыше 5000 гривен для покупки медикаментов. Сумма нереальная для Батищевых. Раньше лекарства получали по государственной программе, но ее заморозили с началом военных действий на Донбассе. Эту семью, как и сотни других, где есть тяжелобольные дети, поддерживает штаб Рената Ахметова. Если бы не Ренат Ахметов, это все было бы очень печально. Хотелось бы выразить огромную благодарность ему за помощь, за то, что он не бросает наших детей в беде, что он помогает и все-таки до конца, как говорится, предан своему Донбассу и заботится о нас. Каждые три месяца Настя приезжает в Мариуполь за лекарствами. Жизненно необходимые наборы диабетических, противосудорожных и противоастматических препаратов выдают в рамках программы штаба Ахметова «Лекарства детям». Здесь все необходимые препараты для лечения вашего ребенка. Дома Настю с нетерпением ждут сын и племянница. Мы пьем препараты, и уже два с половиной года у нас нет приступов. Большое спасибо за препараты. Ребенку действительно лучше от них. Нет приступов. Она занимается пением. Если были приступы, она бы это не смогла сделать. И учится в обычной школе, как все детки. Недавно врачи обнадежили мать Вероники. А после пятилетнего приема медикаментов есть вероятность, что девочка полностью выздоровеет. Юлия Меншакирова, Данила Киреев. Для телеканала «Донбасс». Пожар на автостоянке в Мариуполе ночью загорелся микроавтобус. Спасатели потушили огонь за полчаса, но автомобиль успел полностью выгореть. Еще четыре машины повреждены пламенем. Причины пожара выясняют специалисты. Контрабанду лекарств пресекли пограничники на пункте пропуска Майорск. Медикаменты на сумму 16 тысяч гривен. 48-летний мужчина пытался провести в горловку таблетки и ампулы. Он прятал под обшивкой сидений. Внимание пограничников привлекло нервное поведение водителя, и они провели углубленный досмотр. Изъятые лекарства передали полиции. Также на КПВВ Майорск зафиксировали попытку провести антикварный экземпляр толкования Евангелия 1906 года издания. А на выходных через линию разграничения трижды пытались провести крупные суммы денег и банковские карты. Правда, что именно нарушают люди, перевозя деньги или карточки, в Госпогранслужбе не объясняют. Периодически бывают такие случаи. Это связано с выплатами пенсии и других социальных выплат гражданам. Люди это объясняют тем, что их попросили знакомые, соседи, друзья и так далее. Прогулка с гранатой в кармане. 18-летний житель Славянска ходил по городу с боеприпасом. Полицейские остановили ранее судимого парня для проверки документов. При досмотре у него обнаружили боевую гранату. Правоохранителям он рассказал, что опасную находку подобрал в лесопосадке возле воинской части, приняв ее за муляж. Боеприпас отправили на экспертизу. В город деле рекомендуют о таких находках немедленно сообщать в полицию. Поскольку за незаконное хранение оружия предусмотрен срок лишения свободы от 3 до 7 лет. Говорят о том, что эту гранату он нашел в районе Славкурорта. Думал, что она пластмассовая, потому что она имеет специфический вид. Это граната РГН, которая тоже имеет пластиковый, будем так говорить, взрыватель. Я думаю, что он знал, что у нее находится в руках и с какими мыслями он ее держал, пока мне самого богу известно. 10 килограммов конопли для козы заготовил житель Славянска. Во всяком случае, так он заявил полицейским. Во дворе частного дома 37-летний мужчина организовал производство каннабиса. Помимо урожая, правоохранители обнаружили сито для просеивания сухой конопли, самодельный кальян, а также семена для будущей посадки. Владелец всего этого ранее уже был судим. Сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы. Ваша карта заблокирована. Позвоните в банк. Такие смс украинцы начали получать массово. Люди паникуют, звонят по указанному номеру и теряют деньги. Как не попасть на крючок мошенников, знает Ирина Каминская. На вашем счету 0 гривен. Перезвоните по указанному номеру. Такое сообщение получила Дарья Захоженко, якобы от Государственного банка. Сначала удивилась, но номер мобильного вызвал подозрение. А вот Нине Агафоновой злоумышленники решили сами позвонить после нескольких смс. У доверчивых украинцев мошенники спрашивают номер карты, пин-код и секретные три цифры на обороте. И буквально за считанные минуты снимают все деньги. В киберполиции говорят, в основном это жители неподконтрольных территорий или заключенные. Особа, которая звонит, скажем так, через место избавления воли, имеющая доступ к интернету, имеющая доступ к мобильному телефону, параллельно на связи с ним уже находятся его пособники, у которых есть возможность сразу же вводить эти данные на тех сервисах, которые дают возможность перераховывать деньги с карты на карту. Сообщение клиентам никогда не отправляют с обычного мобильного, предупреждают в Госбанке. Мы никогда не задаем вопросы, связанные с паролями, связанные с CVV-кодом и другой секретной информацией. Не верить подозрительным смс-кам и не рассказывать по телефону секретную информацию, а для проверки сразу звонить на горячую линию, советуют в банке. Ирина Каминская, Дмитрий Данченко, специально для телеканала Донбасс. И на этом я с вами прощаюсь. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова